Для промывки системы охлаждения автомобиля я применяю обычную лимонную кислоту. Многие покупают специальные присадки, но я уже опробовал этот способ. Лимонная кислота неплохо отъедает всевозможные отложения, ржавость, коррозию внутри и грязь. Поэтому я беру пачку, одну, она большая, масса 40 грамм и разбавляю ее в 5 литрах горячей воды. Она неплохо разбавляется, очень хорошо размешивается. После этого заливаем ее в рашительный бачок системы охлаждения. Вода берется дистиллированная, чтобы не было лишних отложений. Можно брать и обычную, потому что она будет действовать в дентиле около часа. Так и оставляю на час, для того, чтобы окончательно растворились все отложения. У кого есть проблемы с герметической системой, желательно конечно этого не делать, потому что всевозможные трещинки, которые затянулись грязью, промоются и появится течь в больном месте. После этого можно дать двигателю немного поработать пару минут, чтобы вода с кислотой подошла к системе охлаждения двигателя. Не подогнать. Закрываем всю грязь. Постановим и поработать автомобиль. Заведем. Поработаем по малых оборотов. При этом необходимо следить за уровнем жидких двигателей, чтобы она не пустилась ниже к двору. Двигатель должен поработать небольшое время для того, чтобы вся жидкость хорошенько расслабилась в системе охлаждения. После этого промываем систему чистой водой и можно заливать антиприз. Температура охлаждающей жидкости должна подняться до температуры срабатывания второго контура охлаждения, именно радиатора. При этом термостат открывается и происходит промывка радиатора. Дождемся этого момента и можно оглушить автомобиль. Прошел час, теперь необходимо слить кислую воду из системы. Вкручиваем вулк плавно. И вот это тоже у нас тут. Вот такая жижа. Чтоб у нас не чистой двигателей. Теперь необходимо промыть, залить чистую и слиженую воду, а после этого уже заливать антиприз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...